Пилетный котел Перецвет 16 МА от фирмы Общемаш, производства России. Состоит из нескольких основных блоков. Первый блок мы видим здесь, это горелка. Пилетная горелка осуществляет розжиг автоматический и подачу пламени непосредственно в котел, в котором происходит съем тепла с пламени от выгорания пилет на теплоноситель. Соответственно, теплоноситель подается по подаче. Здесь она реализована в железном варианте, чтобы избежать перегрева. И происходит розлив в дальнейшем. Чуть ниже мы видим это обратная труба, по которой происходит возврат охлажденной воды, прошедшей сквозь батареи. Здесь реализована схема байпаса на циркуляционном насосе. То есть система может работать на естественной циркуляции. И также она управляется насосом. Здесь чуть левее расширительный бак отопления. И патрубок для подачи воды в систему отопления и слив системы. Блок управления пилетной горелкой с GSM-модулем. Данный блок позволяет настроить комфортную температуру. Здесь она показана на табло. Температура котла 38 градусов, температура обратки 32 градуса в данный момент. В принципе, для за окном 15 градусов мороза, неплохо утепленного дома, это вполне достаточно. Также на табло мы видим время до очистки автоматической горелки. И уровень пламени, который сейчас меняет цифры 37-38. Это звук. Мы слышим это редуктор. Редуктор подает с помощью шнека. Мы видим вот эту трубу, которая уходит в бункер. Здесь пилеты. Порядка около 20 килограмм остатки пилет. Шнек засасывает, забирает пилеты необходимое количество, которое устанавливается в выставленной температурой горелки. Блок управления. И пилеты по гибкому шлангу подаются в горелку. Соответственно, сгорают там. Сам котел, в принципе, достаточно большой в данном исполнении. Его размер обусловлен тем, что здесь котел комбинированно идет. Он работает не только на пилетах, но еще и на твердом топливе и дровах. Здесь большая шахта. Это шахтный котел. Здесь мы видим регулятор тяги. Ну, с таким звуком происходит подача пилет. В принципе, здесь стены в доме порядка 10 сантиметров. Утепленные коваты. В комнате практически не слышно. Полного засыпки бункера. Порядка 8 мешков пилет по 16 килограмм хватает в среднем на 7 дней работы котла. Как мы видим, горелка оснащена GSM-модулем. Внутри находится сим-карта, которая определяется по сети Wi-Fi в доме. С помощью этой сим-карты можно включать котел, выключать его. Также получать обратную информацию о температуре горения, о состоянии котла. То есть, достаточно удобная вещь. Здесь вот есть небольшое меню, где находятся лампочки индикации ТЭН-розжига, пламя, не розжиг, перегрев и так далее, и тому подобное. Но более подробно останавливаться мы пока не будем на пилетной горелке. Отметим, что этот котел очень комфортен в обслуживании. В принципе, он и требует ежедневного подхода. Устанавливаются необходимые данные для температуры регулирования теплоносителя. Вот эти данные, они основываются на датчиках, которые находятся на подаче. Вот он специально прикреплен на подаче. И, соответственно, второй датчик на обратке. Вот и с помощью этого горелка подготавливает необходимую воду для комфортного проживания. Здесь мы видим, что в данный момент горелка работает на мощности 5-7 кВт. Воздух, кислород установлен в размере 17%. Масса пилет поставлена 1,6 кг, и средний расход он показывает в данный момент 1,2 кг в час. Что позволяет поддерживать температуру обратки котла 32-35 градусов. В дальнейшем, я думаю, мы более подробно рассмотрим работу, настройку блока управления и горелку. Это пилетный котел, установленный в городе Коломна Московской области. Работает первый сезон. Заказчик доволен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова